Мой доктор изначально задумывался с акцентом на Ивенкею, потому что Ивенкея – это природный заповедник. Практически нетронутая тайга в нем занимает около 70% территории. Именно поэтому сегодня это самый экологически чистый регион не только в России, но и в мире. Однако то, о чем я скажу, актуальны не только для Инфекии и даже не только для Красноярского края, но и для всех северных и арктических территорий Российской Федерации. Менее месяца назад была утверждена стратегия социально-экономического развития этих территорий и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В плане экологии этот документ содержит один очень важный принципиальный недостаток, который ставит под угрозу его дальнейшую реализацию. А именно, данная стратегия развития не учитывает определяющего влияния наземных естественных экосистем на окружающую среду и климат, при том, что практически все северные и арктические территории малонарушены. В документе предполагается создание особо охраняемых природных территорий, однако открытым остается ключевой вопрос о том, какой размер такие территории должны иметь, чтобы региональный климат оставался пригодным для жизни. Остальные предложенные в документе меры второстепенны и призваны в сущности бороться не с причинами, а с последствиями техногенных изменений. При сохранении нынешней траектории развития региональные экологические проблемы будут только усугубляться, окружающая среда будет деградирует до состояния абсолютно непригодного для проживания, адаптация к изменениям климата невозможна. Приведу два конкретных проекта, которые взаимно исключают друг друга. Во-первых, согласно официальных планах, по Красноярскому краю в Ангаро-Енисейском каскаде предполагается наличие трех ГЭС. Это действующая в городе Кодинск, Багучанская ГЭС и планируемая Нижнебагучанская и Матыгинская ГЭС. В зоне затопления лесные участки порядка несколько тысяч квадратных километров. Во-вторых, предполагается строительство новых предприятий по переработке древесины, одно в Багучанском районе, второе в Енисейском. В плане экологии реализация этих проектов приведет к масштабному уничтожению аборигенных лесов при Ангаре и южной части Венки. Это нарушит водный режим Ангары и Енисея, подорвет саму основу для гидроэнергетики ангарского каскада ГЭС, реки будут все чаще пересыхать, при том, что иногда будут происходить мощные наводнения. Лес, ослабленный засухой, будет все чаще гореть, подвергаться ветровалам и нашествию влевителей. Как говорится, лесопромышленники буквально отместят и рубят сук, на котором сидят. На самом деле, все эти проблемы мы уже регулярно наблюдаем. Уровень воды в Енисеи испытывает экстремальные колебания. Летом прошлого года Енисей пересыхал, что вызвало изменения в логистике пассажирских перевозок. Похожая ситуация была в 2012 году, зато в позапрошлом году Енисей выходил из берегов. Именно сильные нарушения лесного покрова привели к тому, что дожди выпадают нерегулярно и в недостаточном количестве, а иногда, наоборот, с избытком приводят к наводнениям. Промышленные рубки, частые пожары только усугубляют ситуацию. Они не позволяют лесу вовремя восстановиться, все больше и больше ослабляя его. Тогда пожары, засухи и наводнения становятся регулярными. В Красноярском крае появился инвазивный вид вредителя – муссурийский поликрафт. Сегодня единственный способ его уничтожения – рубки самого леса, который даже не успевает проводить. Сремительно растущие экологические проблемы требуют скорейшего пересмотра политики в отношении предприятий лесопромышленного комплекса. Нужны не новые предприятия по заготовке древесины в нетронутой тайге, а реальное лесовосстановление нарушенных территорий. С учетом того, что продукция лесопромышленного комплекса ориентирована в основном на экспорт, объемы лесозаготовок можно значительно сократить без ущерба для экономических потребностей населения России. Уничтожать малонарушенные леса – все равно что топить печь картинами из Третьяковской галереи. Стоимость участков малонарушенных территорий, обладающих способностью регуляции климата, колоссально недооценена, поскольку в условиях глобального изменения климата эти территории перестают быть ресурсом. Государственная Дума принимает федеральные законы, определяющие жизнь граждан нашей страны. Однако эти законы не должны противоречить фундаментальным законам природы, которые имеют приоритет над законами юридическими. Законы природы нельзя нарушить в том смысле, что нарушение этих законов несовместимо с жизнью. Игнорирование законных природов не освобождает от ответственности. Природа наказывает за эту деградацию окружающей среды, делая ее непригодное для проживания человека. Необходимо, во-первых, срочно ввести мораторий на промышленные рубки во всех северных и арктических регионах. Во-вторых, вокруг всех существующих заповедников расширить буферную зону, закрытую для промышленных рубок. В-третьих, привлечь российскую академию наук к широкому междисциплинарному обсуждению результатов, полученных в рамках концепции биотической регуляции и наметить пути выхода из сложившегося тупика. В России сегодня еще есть уникальный шанс провести работу над ошибками, не только над своими, но и над ошибками других стран. Чем дольше мы затягиваем решение о выделении климатрегулирующих лесов в отдельную категорию, тем сложнее будет решить стремительно нарастающие проблемы уничтожения пригодной для проживания среды обитания на нашей планете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.